Символ жизни, цветы и вечный огонь всегда рядом на могилах парших бойцов. Первый секретарь Карельского обкома партии Иван Ильич Сенькин открывает торжественное заседание, посвященное 52-й годовщине армии нашей страны и полувеку освобождения Советского Севера от интервентов. Память о тех днях всегда с нами, в сердцах и в делах наших. Выступает Константин Николаевич Богданов, старый большевик, участник обороны Петрозаводска в 1919 году. Дорогие товарищи, вот смотрю я в зал и вижу среди участников этого торжества своих товарищей и друзей, чьей голову покрыла седина. На долю многих из нас выпала честь с оружием в руках отстаивать дело Октября, молодую власть Советов, суровые годы гражданской войны и иностранной интервенции. Сегодня среди нас нет многих замечательных сыновей и дочерей карельского народа и других советских народов. Они отдали за нашу победу самое дорогое – жизнь. Мы с благодарностью говорим, что их подвиг, их имена народ не забыл. Они тысячекратно запечатлены в граните, мраморе, бронзе, бетоне. Они живут в наших постоянных делах, в растущей беспредельной любви и уважении дружинников мира к героям страны. Пусть живут и крепнут революционные боевые и трудовые традиции советского народа в помыслах, делах и сердцах молодежи. Никогда не погаснет это пламя. Герои гражданские, герои отечественные, деды и отцы этих солдат. Дело, за которое вы боролись в надежных руках молодых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова